Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Весы. Общий астрологический прогноз — март 2023 года. Меркурий с 3 марта по 19 в вашем шестом доме. Этот период подходит для работы, а так для того, чтобы заниматься здоровьем своим физическим прежде всего. Но и психическое здоровье, и душевный ваш покой тоже будет актуально. Тем более, что самое беспокойное время — это полнолуние — как раз-таки и будет в вашем доме психики. Поэтому кто хочет продиагностировать свое психическое состояние, пронаблюдайте, что у вас будет в районе 7 марта. 6, 7, 8. Как вы будете себя вести с точки зрения психической разбалансировки или сбалансировки. Очень хорошо, если у вас удастся удержать баланс между физикой и лирикой, между драма-квин и покерфейс, в общем-то, в период работать над собой, над телом, над душой, над духом. Заниматься своим здоровьем вам придется еще довольно-таки долго, мягко говоря. Потому что в день, когда полнолуния в вашем доме психического здоровья, в ваш дом физического здоровья заходит Сатурн. Сатурн — это планета старости, кристаллизации, сухости, осушения. По Сатурну, возможно, вам придется заниматься своим здоровьем довольно-таки долго. Почему? Потому что затронутые могут быть темы, связанные с долгим лечением. Опорно-двигательный аппарат идет по Сатурну. Возможно, начав заниматься где-то после 7 марта 2023 года, вы закончите где-то к 25 мая 2025 года. То есть вот эти два года, возможно, вы будете восстанавливать свой опорно-двигательный аппарат. Зрение, слух, связки, сухожилия, водно-солевой баланс. Вот эти все темы идут по Сатурну. И да, Сатурн — у тебя будет времени, чтобы над собой хорошенечко поработать. Такой вот реабилитационный период, возможно, у вас будет. На работе будет много работы. То есть работы будет много вообще, да, и над собой, и на работе. И, в общем, вы будете представителем стахановского направления. Думаю, что многие из вас захотят в этом месяце пойти где-нибудь, полежать, полечиться в профилакторий, санаторий. Да, это можно делать. Это подходящий период, как и следующий, собственно говоря, дальше еще два года. В этом месяце еще тема любви для вас очень будет актуальна. Но какая любовь без здоровья, да? Нужно быть здоровым сначала, а потом уже любовными вопросами заниматься. Поэтому обязательно уделите внимание своему физическому телу и психике первую половину марта, но первую декаду уж точно, чтобы дальше со спокойной совестью отправляться в любовь. Возможно, кто-то хочет похудеть, например, к свадьбе, чтобы влезть в свадебное платье. Может быть, такая тема. Так, по поводу свадьбы. Да, в этом месяце типичные представители знака Диака Весы могут заключить брак. У вас третья декада марта подходит для брака. 19 марта Меркурий, писец, подписывающий документы в браке. То есть можно расписаться по Меркурию. Дальше Солнце, конечно же, у нас в Овне. И Новолуние в Овне с 21 марта. Поэтому я рекомендую, если вы уже расписываетесь, то после 21 марта на растущей Луне заключается брак. Первый, так как седьмой дом, это дом первого брака, первый официальный. У кого-то, конечно, если вы уже в паре, то вообще ничего не будет интересного. Ну, поговорите, может быть, с супругом по душам. Какой-то важный разговор в третьей декаде марта. Если вы одинокий и вам некого ещё замуж звать, тогда вы встречаете такого партнёра, потенциального возлюбленного в третьей декаде марта. Но вообще не торопитесь, потому что у вас ещё ой-ой-ой, сколько будет времени. У вас с 23 марта начинается такой очень-очень продолжительный период страсти в вашей жизни. То есть не какая-нибудь там спокойная, уравновешенная любовь по расписанию, а просто безудержная, безумная, возможно, даже для кого-то страсть. Поэтому ещё раз говорю, обязательно подлатайте свою психику в районе 7 марта, чтобы когда вы встретите свою безумную любовь, вы были так более-менее в адеквате. Да, ребята, здесь может быть что-то такое, как говорят, грубо, крышесносно. То есть можете забыть обо всём. Знаете, такая любовь, когда ничего не можешь делать, не можешь спать, не можешь есть, либо наоборот переедаешь. Вот поэтому ещё раз подчёркиваю, здоровьем заняться первой декады марта, потому что третьей декады марта может какой-то такой экшен в вашу жизнь привнести, что вы забудете, как вас зовут. Страсть, страсть. Также может быть вопрос, связанный с детьми, то есть здесь может пройти зачатие. Может быть брак в связи с беременностью женщины, то есть если вы женщина в связи с вашей, если вы мужчина в связи с беременностью вашей женщины. Какую-то цель вы достигнете. Может быть, вы очень долго мечтали о любви, и она прям как свалится вам на голову. Знаете, то пусто, то густо, причём так мощно свалится. Может быть, вы были аскетом, например, у вас давно не было интимных отношений, долго, не знаю сколько, но долго для вас, в вашем понимании, у кого как это долго. И вдруг как ой-ой-ой, как ай-ай-ай, так что вообще только об этом и думаете, только, собственно говоря, туда направлены все движения. Возможно. Плутон, всё почему? Всё потому, что Плутон меняет знак, переходит в Водолей. И в Водолее он так буйствует, что, ну, это вообще, я даже не знаю, как вам сказать, Водолей — это две горизонтальные полосочки, да, мужчина и женщина, полосочка мужчина, полосочка женщина. И это будет долго, это будет длительный, продолжительный период, когда вам нужно будет постоянно быть в любовной страсти. Готовьтесь, подготовьтесь к третьей декаде марта. Если вы уже в отношениях, то да, здесь зачатие. Если у вас совсем никого сейчас нет, вот прям холодно вам, и вам неинтересно, может быть, вы там думаете только о духовности, и вот все эти песни про любовь не про вас, вспомните меня, напишите комментарий под этим видео. Потому что вас может очень качнуть, здесь такой маятник, может прям кардинально вас вынести. Например, вы были только в вертикальном положении в медитации, сидели в позе лотоса, а тут вам только в горизонтальное положение и поз много. Если вы в возрасте и вас это не касается, то здесь может быть вопрос взаимодействия с детьми, может быть, это все у них происходит, то, что я сейчас описала. Дальше. Творчество. Тоже какой-то очень прибыльный бизнес у вас может быть, свое дело. Если кто-то нарисует такую картину, которая принесет очень много денег. Кто-то родит ребенка, за которого тут очень много денег. Ну, я, конечно, это не поддерживаю, ребята, что дети, товар, это, конечно, опустим. Но вот картину, да, если картину родить за деньги, это я понимаю, картину за деньги родить. То есть вы что-то родите, какой-то проект, какое-то творение, какое-то чадо, какое-то чудо за деньги. Подчеркиваю, за деньги. И какой-то еще успех будет в вашей жизни присутствовать в период с 25 марта по 20 мая. С 25 по 20, 25, 0,3, 20, 0,5 какая-то победа. Вот вы будете воспринимать себя, чувствовать себя триумфатором, воспринимать жизненную ситуацию как триумф. И смотрите, как долго. Третья декада марта, еще и апрель, и еще 20 дней мая. Что-то триумфальное, у вас триумфальная весна. Знаете, по таким транзитам вы, например, и выздоровеете, и похудеете, и поправите, например, свою осанку, и волосы, может быть, и слух улучшатся, и зрение, и замуж выйдете, женитесь, и ребеночек будет, и картину продлите за миллион долларов, и работу какую-то классную найдете, например, по своему хобби. Вот что здесь может быть, пятое, десятое. Например, вы работаете только час в день, и при этом получаете так, как человек, работающий 8 часов в день. Вот вы воспринимаете это триумфально. А здесь сочетание. Например, вы и хобби занимаетесь у вас, и мужем занимаетесь, и детьми занимаетесь, и какой-то бизнес у вас онлайн может здесь проходить, или реальный, может быть, у вас свое дело. То есть вы вот все успели, все успели, везде поспели. Чего я вам, конечно же, и желаю. Вы можете обратиться ко мне лично, за любым своим личным прогнозом, за любым личным гороскопом. Я составляю все возможные. Также я делаю Таро-расклады, очень это тоже люблю. Вообще в своей работе я применяю все знания, которые у меня имеются, и помогаю как могу. Вот просто смотрю, как вам помочь. Достаю свои инструменты и выбираю, какой инструмент вам больше поможет. Я создала свой еще один инструмент физического влияния на физическое тело человека. И это для вас очень актуально. Я вам рекомендую на первую декаду марта попробовать мой эликсир любви. Это травяной сбор. Применяя его, вы становитесь эликсиром любви. Это сбор, который оздоравливает вас внутри и снаружи. Его надо пить как чай и купаться в нем как в ванной. То есть и быть, значит, чай внутри вас, и вы как чайный пакетик в ванне, в большой кружке чая. Можно, конечно, душ, можно носить с собой. Очень вам рекомендую использовать эликсир мой. Это травяной сбор, там ничего страшного. Отправляю по Украине. Если вы хотите отправить кому-то за рубеж, тогда, пожалуйста, можете сказать у меня, если вы сами за рубежом живете, то вам нужно найти кого-нибудь, кто отправит вам за рубеж. Но я за рубеж, ребята, не отправляю. Только по Украине. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будьте счастливы и всего добра.